Всем привет! Меня зовут Даша, вы на канале The книги. Сегодня будем говорить о Шерлоке Холмсе. Истории об этом сыщике вошли в Книгу рекордов Гиннесса по числу экранизаций. На данный момент насчитывается более 210 различных сериалов, фильмов, мультфильмов про этого сыщика. Так почему же в свое время Артур Конан Дойль мечтал избавиться от своего самого популярного персонажа? И за что он так ненавидел Шерлока Холмса? Я думаю, что мы с вами сегодня разберемся. Поехали! Итак, друзья, пришло время начать наше расследование. За что Артур Конан Дойль так ненавидел Шерлока Холмса? И где его лучше начать, как на Бейкер-стрит? Чтобы разобраться во всей этой истории, нужно вернуться в детство Конан Дойля. Его отец был не очень богатым человеком и какое-то время семья не могла позволить себе прислугу. И по тем временам это было не особо престижно, ну примерно как жить тремя поколениями семьи в общежитии. В то же время мать Конан Дойля была из очень древнего и знатного рода, который уходил корнями аж в 14 век. И когда ей приходилось выполнять разную домашнюю работу, она не могла просто мыть посуду или натирать решетку камина. Она рассказывала своему сыну Артуру об истории Англии, Геральдике, Кодексе Чести. И уже в то время она привила ему огромную любовь к истории, которую он пронес через всю жизнь. Когда Конан Дойлю пришло время выбирать профессию, то очень важную роль в его выборе сыграла его мама. Она небезосновательно считала, что молодой человек, который окончил медицинский факультет, всегда сможет заработать себе на жизнь. Как бы не так. Поскольку денег у семьи было не очень много, Конан Дойлю не удалось устроиться на практику к какому-нибудь известному врачу. И после института единственное, что он мог сделать, это снять квартирку, повесить на двери табличку «Доктор Конан Дойль» и ждать пациентов с тягой к риску, потому что к неизвестному врачу никто идти не хотел. Итак, доктор Артур Конан Дойль от безделья начал писать такие немножко глупые и бесполезные детективные рассказы о сыщике Шеллоке Холмсе. И как оказалось, именно они принесли ему наибольшую популярность. На тот момент ему казалось, что эти маленькие рассказы всего лишь способ пополнить тощий семейный бюджет. И его целью было написать большой, толстый, серьезный исторический роман. И когда рассказы о гениальном сыщике стали занимать все его время, то Конан Дойль очень расстраивался, ведь это совсем не входило в его планы. Он писал серьезные исторические трактаты, а популярным оставался только Шеллок Холмс. И для него это было, знаете, как написать, не знаю, имя Розы и Сумерки. И популярные станут именно Сумерки. Конечно, это расстраивало автора. Конан Дойль начал ненавидеть Шеллока Холмса, когда к нему самому стали обращаться мистер Холмс. И на самом деле его терпению пришел конец, и он решил утопить этого персонажа к чертям в Лихенбахском водопаде. Что случилось после того, как Конан Дойль уничтожил Шеллока Холмса? Его стол был погребен под письмами, телеграммами, потому что все умоляли автора вернуть Шеллока Холмса к жизни. И он признал, что эту схватку он проиграл, и этого персонажа придется воскресить. Конан Дойль отчаса сравнивают с его персонажем, умным и эксцентричным сыщиком Шеллоком Холмсом. Но мне кажется, что ему больше по душе мужественный и скромный доктор Ватсон. Мало кто знает, но во время Англо-Бургской войны Конан Дойль бросил работу, бросил писательство и отправился добровольцем на фронт. И в этом его судьба перекликается с судьбой персонажа доктора Ватсона. Давайте подведем результаты нашего расследования. Что же заставляло сэра Артура Конан Дойля ненавидеть своего персонажа? Первое, это, конечно, бесконечное сравнение самого автора и его героя. Во времена Конан Дойля ходила шутка, что он получил свой рыцарский титул вместо Шерлока Холмса. И его это было очень обидно. Еще один забавный момент, что Конан Дойль действительно занимался расследованием преступлений. У него был очень гибкий ум, он был очень эрудированный. И довольно часто к нему обращались люди за тем, чтобы найти те самые недостающие подробности. И поэтому сравнение с Шерлоком Холмсом его тоже несколько раздражало. Ну и третья причина, по которой Конан Дойль ненавидел Шерлока Холмса, из-за рассказов об этом детективе, ему не хватало времени на те самые серьезные исторические романы. И, к сожалению, все его работы, помимо Шерлока Холмса, не были оценены по достоинству, что очень сильно ранило сердце Конан Дойля. Лично мне очень жаль, что Конан Дойль не смог полюбить своего самого главного персонажа. Но, к сожалению, так сложилась история. Но мне кажется, что если бы он знал, что созданный им образ проживет десятки и сотни лет и будет актуальным до сих пор, он бы по-другому относился к Шерлоку и, может быть, даже простил бы ему свои ненаписанные исторические романы. Ведь благодаря взбалмошному сыщику он создал мир, который никогда не существовал и при этом никогда не перестанет существовать. Друзья, пишите в комментариях, какая экранизация Шерлока вам нравится больше. В исполнении Камбербэтча, в исполнении Ливанова, а может быть, вообще какие-нибудь мультипликационные Шерлоки-Колобки. Пишите в комментариях, мне интересно. Подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok